Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня мы рассмотрим ноутбук от компании ASUS G703GS. Ссылки на актуальные цены и все комплектации будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, проанализировать отзывы пользователей, написать сценарий, записать звук, сделать монтаж. Очень надеюсь, что вам понравится и вы поставите лайк, а может даже подпишитесь на мой канал. Клавиатура ноутбука оснащена эксклюзивной технологией Aura, позволяющей настраивать цвет подсветки индивидуальных клавиш, а также создавать отдельный сценарий подсветки для каждой новой игры. Независимая обработка нажатий в сочетании с 2,5-мм глубиной хода и 0,3-мм изгибом поверхности клавиш обеспечивает точное и комфортное управление. Специально выделенная комбинация WASD и прочная противоскользящая панель для опоры рук гарантирует удобство работы. Для быстрого доступа к панели Xbox Game и полезным утилитам Rock Aura Gaming Center и X Split Game Starter на клавиатуре предусмотрены специальные горячие клавиши. Размеры ноутбука 43 см в ширину, 5 см в высоту, глубина 32 см, вес 4,7 кг. Диагональ 17,3 дюйма. Разрешение 1920 на 1080. Частота обновления 144 Гц. Ноутбук обладает высококачественным IPS-дисплеем формата Full HD с антибликовым покрытием, низким временем отклика 3 мс при переключении между полутонами, повышенной частотой обновления и технологией адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync. В данном ноутбуке реализована технология NVIDIA G-Sync, синхронизирующая работу обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Благодаря G-Sync устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя. Ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 гигабайтами видеопамяти, которая также представлена в ускоренной версии частота графического процессора до 1974 МГц, видеопамяти до 10,3 ГГц. Столь мощные компоненты обеспечивают повышенную производительность, сравнимую с полноразмерными игровыми компьютерами, поэтому пользователь сможет запускать новейшие игры класса AAA с максимальными настройками качества изображения. Для гибкого управления параметрами устройства служит эксклюзивное приложение Gaming Center. Подсистемы хранения данных в ноутбуке организованы на базе трех твердотельных накопителей, подключенных по интерфейсу PCIe 3.0 x4 и объединенных в массив RAID 0. Благодаря тому, как два из них напрямую подключены к процессору, скорость передачи данных достигает 8700 Мбит в секунду. Пылеустойчивая система охлаждения, реализованная в ноутбуке, позволяет ему самостоятельно очищаться от загрязнения. Пыль, грязь и мелкие частицы выводятся из корпуса устройства по двум специально сконструированным туннелям и не оседают на радиаторах. Два мощных вентилятора и расположенные особым образом тепловые трубки раздельно охлаждают процессор, видеокарту и компоненты системы питания, обеспечивая их стабильную работу. Ноутбук разрушает границы между игровыми платформами. Благодаря модулю Xbox Wireless к нему можно подключать до 8 контроллеров Xbox One без дополнительных USB-адаптеров. А специальная горячая клавиша вызывает панель управления Xbox Game, которая позволяет записывать игровой процесс, вести потоковую трансляцию и играть вместе с друзьями по системе Xbox Live, независимо от того, какая у них платформа – Windows 10, консоль Xbox One, планшет или смартфон. Загружаемые версии игр, приобретаемых по программе Xbox Play Anywhere, можно запустить как на Xbox One, так и на Windows 10. При переходе с платформы на платформу сохраняются все приобретенные дополнения, игровой процесс и достижения. Программное обеспечение Rock Gaming Center – это комплексный центр управления всевозможными геймерскими функциями. С его помощью можно получать информацию о состоянии ноутбука, создавать индивидуальные профили настроек для игр, регулировать аудиосистему, управлять сетевым трафиком и разгонять компоненты. Кроме того, приложение Rock Gaming Center поддерживает удаленный доступ к ноутбуку со смартфона или планшета. Тип аккумулятора литий-ионная, емкость батареи 4200 мАч. Время автономной работы – до 3 часов. В аудиосистеме ноутбука используется цифро-аналоговый преобразователь ESS серии Saber, поддерживающий вывод звука в формате 32 бита 384 кГц, что в 8 раз выше, чем формат аудиодисков по частоте дискредитации. Для эмуляции пространственного восьмиканального звука в обычных стереонаушниках можно воспользоваться прилагаемым программным обеспечением Sonic Studio 3, в котором также имеется весьма удобная для геймеров функция сканирования источников звука в компьютерной игре. Впрочем, прекрасным звучанием аудиосистемы ноутбука можно наслаждаться и без наушников. Два 2-ваттных высокочастотных динамика в основании дисплея расположены таким образом, чтобы звуковые волны шли непосредственно на пользователя, тогда как пара 4,5-ваттных широкополосных динамика в основной части корпуса транслирует звук с отражением от стола, чтобы сделать его более громким и насыщенным. Технология интеллектуального усиления защищает динамики от повреждения при увеличении уровня громкости. Ноутбук оснащен современными высокоскоростными интерфейсами Thunderbolt 3, Mini DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Порт Thunderbolt 3, реализованный в виде разъема USB Type-C, поддерживает передачу данных со скоростью до 40 Гбит в секунду, что в 4 раза быстрее, чем пропускная способность USB 3.1. Все эти интерфейсы способны передавать видеоконтент формата 4К с частотой 60 Гц. 3 USB 3.1, 1 USB-C 3.1, 1 USB 2.0, 1 Mini DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 локальный, 1 комбинированный выход на наушники и микрофон 3,5 мм. Есть встроенный микрофон, веб-камера и Bluetooth. Я проверил все магазины России, Украины, Беларуси, собрал все возможные комплектации данного ноутбука, которые имеются в продаже на сегодня. Сейчас на экране вы можете увидеть эту таблицу. Все ссылки на каждую комплектацию оставил в описании к этому видео. Есть варианты с экраном 1920х1080 на IPS-матрице, процессор Intel Core i7-8750H, оперативной памяти 16 Гб или 32 Гб, жесткий диск 1 ТБ, цвет серый. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете, и сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого ноутбука. В уже предустановленный слот SSD M.2 Windows не ставится, компьютер его не видит даже с разными магическими и немагическими манипуляциями. Лечится легко, переставляя SSD в другой слот, благо их там три. PCIe слот работает некорректно. Во всех программах пишет, что видеокарта может работать в режиме PCIe 16X, но по факту работает в режиме 8X Gen 3. Совершенно отсутствует автономная работа, на батарейке держит ровно один фильм, полтора-два часа на громком звуке. В первый же день выпала кнопка A, но так же легко встала на место, так и не понял причину этого. В играх сразу начинает раскручивать вентиляторы, довольно шумноват. Он довольно толстый, режет кисть, нужно что-то подкладывать, бывают засветы на экране. Проблемы с установкой OS. У меня не получилось поставить OS на SSD, так как он его не видел даже в биосе. Буду объективным, и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей об этой модели. Совершенно не шумит и не греется. Это хорошая, мощная машина, рекомендую для геймеров. Крепкий и достаточно монолитный корпус, шикарный звук из встроенных колонок, клавиатура очень мягкая, удобные порты. Куча макросов, хоть на каждую кнопку, подсветка клавиатуры как хочешь ты сам. Качество экрана просто огонь. Все четыре слота под жесткие, это просто чудо. Один HHD и три SSD M.2. Возможно, вы станете владельцем этого ноутбука. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!